МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 2 февраля. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. Медики призывают горожан приобретать только сертифицированные овощи и фрукты. Сотрудники Департамента охраны общественного здоровья ознакомили продавцов с санитарными правилами. Поступок, достойный настоящих защитников Отечества. От имени министра обороны медалью и почетной грамотой наградили двух карагандинских военнослужащих. Как вести себя во время пожара в общественном транспорте? На эти и другие вопросы ответили спасатели и сотрудники местной полицейской службы. В Караганде продолжается оперативное мероприятие «Автобус». И теперь подробнее об этих и других событиях. На рынке ШИГЭС санитарные врачи провели рейд, направленный на профилактику гепатита А. Сотрудники Департамента охраны общественного здоровья познакомили продавцов с санитарными правилами. Медики призывают горожан приобретать только сертифицированные овощи и фрукты. Во время своего визита в Караганду главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил, что в связи с вспышкой гепатита А будет проведен рейд по рынку ШИГЭС для отбора проб овощей и фруктов. Однако сотрудники Департамента охраны общественного здоровья пояснили, что оснований для проверок нет. Поэтому данное мероприятие носит лишь разъяснительный характер. Так как заболевание связано как таковое с овощами и с фруктами, поэтому у нас есть в ходе планов, в ходе особого порядка отбора продукции. И в данном вопросе у нас идет предупредительный характер, если будет обращение, и будет основание для проверки неплановой, тогда мы отберем продукцию. Сейчас исследуется вода, люди отследуются контактные. В данном случае пока у нас связи нет с продуктами, поэтому пока рейд у нас не проводится. Сотрудники Департамента охраны общественного здоровья вручили продавцам листовки, информирующие об основных санитарных правилах при реализации продуктов. Чиновники призвали граждан быть бдительными при покупке овощей и фруктов, а в случае необходимости требовать предоставления сертификата. Однако в реальности на такую просьбу продавцы отвечают отказом. А у вас сертификаты есть, можно их посмотреть? Нету сейчас. А почему нету? Там шапер, шапер, кабинет. Ну, у вас же не проблема открыть эти шаперы? Они нет уже, квартиры же. А если человек пришел, потребовал у вас? Ну, дадим. Вы да? Вызываем их. Ну, вот я сейчас пришла. Я не могу сейчас, в том, все утром приезжают. Сотрудники Департамента охраны общественного здоровья призывают соблюдать меры профилактики. Они поясняют, такое простое действие, как поддержание чистоты, может уберечь от заражения вирусным гепатитом. Толжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 февраля 2018 года на 94 году ушел из жизни видный общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, ветеран труда Дюсимбеков Камали Жуматаевич. Камали Жуматаевич прожил яркую и наполненную событиями жизнь. В 1942 году, в 17-летнем возрасте, он ушел добровольцем на фронт. Участвовал в сражениях за освобождение Сталинграда и Украины. 6 мая 1944 года в битве за Севастополь сержант Дюсимбеков был тяжело ранен. После лечения в госпитале его комиссовали, присвоив вторую группу инвалидности. После возвращения домой Камали Жуматаевич работал заместителем директора кирпичного завода Караганды. В разные годы он работал секретарем Ворошиловского райкома Комсомола, секретарем партии и председателем райисполкома Жанаркинского района, первым секретарем Шетского районного партийного комитета. Возглавлял управление печати и полиграфией Джисказганской области. За трудовые заслуги Камали Жуматаевич награжден орденами Октябрьской революции, Трудового красного знамени, Знак почета, Орденом Курмет. Выйдя на заслуженный отдых, он продолжал активную общественную деятельность. Был членом Президиума областного совета ветеранов. Камали Жуматаевич – почетный гражданин Карагандинской области, Жанаркинского и Шетского районов города Караганды. Светлая память о замечательном человеке, мудром наставнике, патриоте своей страны, Дюсимбекове Камали Жуматаевиче навсегда останется в наших сердцах. Прощание с Камали Жуматаевичем состоится 3 февраля с 9.30 до 10.30 в Театре имени Станиславского. В 10.30 начнется прощальный митинг. В 10.45 – Жаназа. Камали Жуматаевича похоронят возле поселка Курлес. В 13 часов поминальный ас в ресторане «Ариста». Медали «Ель Курганы» второй степени удостоена военнослужащая Зауре Шахабаева за спасение ребенка из колодца. От подполковник Думан Бакиров награжден грамотой министра обороны за помощь замерзающим пассажирам автобуса. Карагандинских военных наградили в торжественной обстановке. Отважная женщина в звании младшего сержанта Зауре Шахабаева в декабре прошлого года отводила младшую дочь в спорткомплекс имени Серико Сапиева. Впереди шла девочка, которая внезапно провалилась в открытый колодец. Ни секунду не мешкая Зауре кинулась ее спасать. Я успела ее схватить за руку, и мы с мужем успели вытащить ее. Я пока держала, потом, когда муж обратно шел, увидел, что я держу ребенка, и мы с ним вытащили ребенка. Там в стыкере торчали железные колодец 2,5 метра, там вода внутри была. К счастью, пострадавшая девочка отделалась лишь ушибами. За свой поступок младший сержант Шахабаева награждена медалью «Елк Курганы 2-й степени. Защитник Отечества». Грамотой министра обороны награжден и подполковник Думан Бакиров. На загородной трассе он заметил сломавшийся автобус. 30 пассажиров, среди которых женщины и дети попросту замерзали. Несколькими рейсами на собственном автомобиле он довез женщин и детей до места назначения. Ну, в трудных ситуациях это долг каждого гражданина. Поэтому здесь ничего особенного, я считаю, я не сделал. Но был бы другой человек, то же самое оказал бы помощь людям, которые оказались в таких ситуациях. Руководство областного департамента по делам обороны никогда не узнало бы о героических поступках своих сотрудников, если бы спасенные граждане не обратились к ним с благодарностью. На торжественном собрании особо было отмечено, что именно на таких примерах и должно воспитываться молодое поколение. Верховный главнокомандующий, президент нашей страны, Руслан Нович, в своем послании отметил человеческий капитал. Человеческий капитал – это будущее подрастающего поколения, которое будет защитниками, которые будут все силы прикладывать для процветания модернизации нашей страны. И младший сержант Зауре Шахабаева и подполковник Думан Бакиров не стали распространяться в своих поступках, считая это своим человеческим долгом. Но вот в военном ведомстве считают, что каждый такой поступок достойен награды и восхищения. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Знают ли пассажиры, как вести себя при пожаре в общественном транспорте? Куда звонить и чем опасны такие пожары? Об этом рассказали спасатели и сотрудники местной полицейской службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». В последнее время в Карагандинской области участили случай возгорания автотранспорта. Горят как автомобили, так и автобусы. Причина возгорания практически всегда одна – техническая неисправность. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники местной полицейской службы совместно с пожарными проверили техническое состояние общественного транспорта Караганды. За отчетным пюре 2018 года по городу Караганда уже порядка 10 пожаров произошло на автотранспортных средствах. Основными причинами остаются те же – это неисправность топливной системы на автомобилях и короткие замыкания электропроводки. В целях профилактики водителям рекомендуется тщательно подходить к техническому осмотру своих автомобилей и в обязательном порядке обзавестись первичными состояниями пожаротушения, так сказать, огнетушителями. Оперативное мероприятие «Автобус» проводится с 22 января. За несколько дней полицейские выявили и пресекли более 400 нарушений правил дорожного движения, которые допустили водители общественного транспорта. Большинство нарушений связаны с разговорами водителей по мобильному телефону. Место полицейской службы УВД города Караганды напоминает, что 22 января по 18 февраля сотрудники местной полицейской службы, полка дорожного патрульного полиции и сотрудники адам полиции города Караганды будут проводить усиленные отработки, то есть внимание будет обращаться на все. Подстегнутый ремень, будет обращать внимание, как водители осуществляют перевозку, то есть закон или конструкция в автобусах, будет обращать внимание на общее техническое состояние снаружи, в том числе и внутри. Операция «Автобус» продлится до 18 февраля. Местная полицейская служба призывает всех водителей общественного транспорта не нарушать правила дорожного движения, быть вежливыми с пассажирами, соблюдать бедительность и внимательность на дорогах. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Летом прошлого года свои двери распахнула компания «Тауаф Тревел», которая занимается перевозкой казахстанских паломников в Саудовскую Аравию. В этом году воспользоваться услугами данной компании и совершить хадж сможет сотрудница мечети. Такую возможность ей щедро предоставили спонсоры мечети. С каждым годом растет количество казахстанцев, желающих совершить хадж. В связи с этим в прошлом году при Духовном управлении мусульман Казахстана была создана компания «Тауаф Тревел», которая занимается перевозкой паломников. Это связано с тем, что многие туристические фирмы превратили хадж в бизнес. Имамы городских мечетей решили проинформировать карагандинцев о деятельности «Тауаф Тревел», которая работает по законам шариата. До этого дня компаний, подобных этой не было. «Тауаф Тревел» работает при Духовном управлении мусульман Казахстана. Ранее возникало много проблем в связи с тем, что перевозками паломников занимались частные компании. Поступало много жалоб от людей, потому что частные компании преследовали лишь свои цели. «Тауаф Тревел» создана, чтобы стать примером для других. На встрече имама в городе многодетной матери Дамилио Шакбаевы была оказана спонсорская помощь. На протяжении 30 лет женщина трудилась в поте лица для поддержания чистоты в мечети. Главный имам областной мечети собственноручно вручил сертификат в сумме 1400 долларов на совершение малого хаджа сыну Дамили Нурсултану. Стоит отметить, что компания «Тауаф Тревел» предоставляет своим клиентам специальных гидов – имамов, которые будут консультировать паломников. Ведь следует помнить то, что при завершении умры и хаджа каждый мусульманин должен беспрекословно соблюдать предписанные шариатом правила. Толжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Собрана команда школьников, которым предстоит защищать честь области на Республиканской Олимпиаде. В Караганде прошло участвование призеров городской предметной Олимпиады. Вместе с одаренными школьниками дипломами наградили их родителей. Чествование призеров городской Олимпиады стало доброй традицией, которой год подряд успешных школьников и их родителей награждают в торжественной обстановке. На протяжении двух лет среди школ по количеству призовых мест лидирует гимназия номер 93. Директор школы отмечает, причина такого успеха – высококвалифицированный преподавательский состав. В гимназии работает очень высококвалифицированный педагогический состав, у которых, у педагогов есть своя система работы с одаренными детьми. Своим опытом они ежегодно делятся с учителями города на методических семинарах. В гимназии проводятся курсы по выбору, факультативы, кружки, через которые дети могут принимать участие как в предметных олимпиадах, так и в конкурсах, научных проектах, в научных соревнованиях и так далее. То есть это система работы. В гимназии работает программа «Одаренные дети», которая основана на городской программе. Сабина Амиртая учится в гимназии номер 92 и планирует стать архитектором. Уже четвертый год она радует своих учителей призовыми местами на различных олимпиадах. В этом году грамоты наградили не только Сабину, но и ее маму. Я очень рада, что в этом году отдельно наградили мою маму за ее вклад в мое обучение, в мои достижения. И мне кажется, это правильно, что награждать не только учителей, не только учительский состав и школ, а именно родителей. Потому что родители, они все-таки вносят в свой вклад и имеют большую значимость в нашей жизни. Рашид Эфизов – отец одного из призеров Олимпиады. Он рассказывает, получить диплом за отличное воспитание сына очень волнительно и приятно. Ну, вы знаете, это в первую очередь, конечно, радость, гордость за сына, за наш с супругой, вот тот долг, который мы выполнили по отношению к сыну. Но я считаю, что здесь большая заслуга 38-й гимназии, потому что это достаточно хорошая школа, гимназия, которая дает вот такие плоды. Мероприятие украсили выступления певцов и танцевальных ансамблей. Школьников награждали ветераны труда, а также преподаватели, в разное время удостоившиеся звания «Учитель года». Они уверены – карагандинские школьники продемонстрируют высокий уровень знаний на Республиканской Олимпиаде и с честью представят наш регион. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Музее изобразительного искусства состоялось открытие персональной выставки 20-летнего художника. Выпускник Карагандинской художественной школы представил карагандинцам свои работы, выполненные в технике скетчинг. Несмотря на юный возраст, Александр имеет немалый опыт за плечами. Ранее он участвовал в нескольких выставках Союза художников, а также в международном фестивале творческой молодежи «Шаббат» и граффити-конкурсе «Энергия лета». Директор музея Биби Гуль Кудабаева рассказывает, это событие является значимым не только для областного музея, но и для изобразительного искусства города. Ведь работы молодого художника сродни свежему глотку воздуха. Совершенно молодой художник, который может позволить себе персональную выставку, потому что люди очень долго зреют, художники для персональной выставки. Он созрел, значит он совершенно внутри взрослый, самостоятельный, сознательный человек, сознательный художник. И мы очень рады, что сегодня в нашем зале современное именно искусство. Искусство в виде скетчинга, то есть быстрого рисунка, и будет показан мастер-класс. Но самого Сашу мы знаем в принципе уже давно, давно сотрудничаем, давно увидим его на наших молодежных фестивалях, которые проходят здесь в музее. К своей первой выставке молодой художник готовился два месяца. В своем творчестве он равняется не на классиков, а на современных художников. Стоит отметить, что Александр склоняется к необычным техникам рисования. На выставке он представил вниманию посетителей 31 картину, выполненную в технике скетчинг. В дальнейшем Александр Клоков собирается покорять и другие города Казахстана. Планы, если выставка выстрелит у меня, всем понравится она, и отзывы будут большие, и меня больше людей узнают, то можно переходить уже на другие города, то есть это Астана, Алмата, где это больше ценится. И проблема в том, что самое сложное – это позвать людей и сказать, что это будет здорово, заинтересовать его. И все, это план, это именно поставленная в этом году у меня цель. Ну, может быть, не в этом году, в следующем году тоже. Ну, для меня это большое событие, выставка, очень приятно будет, если посетит его много человек, там, человек 500, это просто будет грандиозно для меня. Я буду помнить это всю жизнь. Поддержать Александра пришли его друзья и родные. Мама художника Светлана Клокова полностью поддерживает начинание своего сына. Видеть плоды труда своего ребенка, несомненно, является поводом для гордости. Я сегодня всем смеюсь и говорю, он такой же талантливый, как его мать и отец, наверное. Да, для меня это, конечно, очень волнительно, но даже необыкновенно, наверное, где-то, что столько народу пришло. Мой, как говорится, младший сын, у меня есть старший сын, замечательный, мой младший сын, такой талантливый, я им, правда, очень горжусь. И рада, что столько-столько людей пришло, собрал именно он столько людей, столько своих друзей. Полный зал свидетельствует о том, что первая персональная выставка юного художника привлекла много внимания. Стоит отметить, что посмотреть на работу Александра пришли не только представители молодежи, но и люди более зрелого возраста. У карагандинцев есть шанс приобрести картины молодого таланта или же просто насладиться современным искусством. Выставка Александра «Arts through time» продлится вплоть до 10 февраля. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин